ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 70% российских автовладельцев хотели бы сменить машину в ближайшее время. Столь высокий показатель обнаружился в ходе опроса, о результатах которого сообщает издание Мотор.рум. При этом только каждый пятый респондент точно купит другой автомобиль до конца текущего года. Большинство рассчитывают получить на эти цели кредит. Самой желанной маркой опрошенные назвали Тойоту. Далее идут Хёнде и Кия. Лада привлекает лишь 12% участников исследования. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз возобновил выпуск еще одной модели трехдверки Лада Нива Ледженд. В начальной комплектации автомобиль будет лишен подушек безопасности, модуля ЭРО ГЛОНАСС и антиблокировочной системы тормозов. В списке оборудования значатся, в частности, гидроусилитель, руля, электростеклоподъемники передних боковых стекол, бортовой компьютер, стальная защита картера. Привод, как и прежде, полный. Присутствуют пониженный ряд передач и блокировка дифференциала. Начальная стоимость внедорожника, указанная на сайте предприятия, 819 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В начале этого лета Лада Приора потеряла звание самого популярного автомобиля с пробегом. Модель, по данным агентства Автостат, опустилась на пятую строчку, уступив лидерство ВАЗ-2114. На второй позиции оказался Хион де Салярис. На третий – ВАЗовская семерка. Последняя не выпускается уже ровно 10 лет. Четвертое место досталось еще одному корейцу Киарио. В целом, в июне продажи машин на вторичном рынке в сравнении с тем же месяцем 2021-го сократились на четверть. ТРАССА СТО ОДИН Еще одна китайская автомобильная марка собирается зайти в нашу страну в следующем году. Компания Воя хочет завлечь россиян электрическим кроссовером ФРИ. Уже озвучивается приблизительная стоимость новинки – 3 миллиона рублей. Это довольно крупный автомобиль, достигающий в длину без малого пяти метров. Информация о мощности двигателя противоречивая. Где-то упоминаются 350 лошадей, где-то почти 500 и больше. Воя ФРИ оснащен пневматической подвеской. Среди опций – система распознавания водителя по лицу, кресла с функцией массажа, панорамная крыша с регулировкой светопроницаемости. ТРАССА СТО ОДИН Пока многие жители российских городов мечтают о том, чтобы автомобилистов, громко включающих музыку, начали наказывать, штраф за это деяние появился в американском штате Флорида. Размер взыскания в переводе на рубли – порядка 7 тысяч. В первую очередь полиция будет штрафовать водителей меломанов, проезжающих или остановившихся возле больниц, церквей и школ. Дескать, из-за громкой музыки там нельзя будет услышать звук сирен автомобилей спецслужб. Кстати, само понятие громкости в законе прописано так – это звук, который можно отчетливо слышать с расстояния 8 и более метров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова